всем привет сегодня про ренот визе рассказ это наверное самый редкий автомобиль который продавался официально в россии с 2016 по 20 год в мире продается до сих пор а в нашей стране это супер редкий автомобиль который практически не встретишь на дороге стоит здесь электродвигатель батарея 100 килограммовая двигатель 11 лошадиных сил хватает на 100 километров пути если нажимать и ехать энергично то наверное 50 даже можно сделать на это не рассчитана эта машина максимальная скорость 85 передней части есть такой отсек просто розетка включается длина провода 2 метра где-то три с половины часа и машина заряжена можно ехать автомобиль имеет два места спереди сидеть удобно хорошо сзади сидишь по мотоциклетному одну ногу с одного борта другую с другого вот пролезать туда ну мягко скажет неудобно молодым нормально пожилым не могу сказать что это удобно я конечно катал своих родителей все поместились но долго так не проедешь с другой стороны долго на этом автомобиле не будешь есть двери европе это опция в россии проданы почти все с дверьми открываются они вот так вот закрывается выглядит очень необычно практически ламба по документам это полноценный автомобиль имеется птс стс категория b права нужны страховка копейки налога нету парковка в центре москвы бесплатная тип транспортного средства по птс это квадрицикл если вы не любите внимание к своей персоне то этот автомобиль вам точно не подойдет потому что незамеченным очень сложно на ней проехать остаться в тени все взгляды будут обращены на вас все будут улыбаться махать руками и спрашивать свои любимые вопросы это машина весит не больше 500 килограмм и обычный прицеп легковой который не требует открытия категории е может перевозить если поставить рядом автомобиль стоимостью 20 миллионов рублей и эту машину за 700 тысяч рублей то интересоваться будут ей для людей это в новинку особенно в нашей стране 99 процентов про нее не слышала и не видела и не знает помните фильм гости из будущего там в будущем летали на круглых таких летающих шарах вот это что-то подобное только снабжено еще колесами но люди вокруг воспринимают это так будто я лечу из космоса и спустился на дорогу общего пользования если вы на этой машине попали в дождь если дождь не сильно ничего страшного аэродинамика здесь продумано вас не заливает я попадал в дождь здесь есть дворник есть обыватель стекла подогрев лобового стекла и все брызги они летят не в окна они немножко забрызгивают вот эти двери снизу вот основная проблема в дождь это если кто-то едет рядом с вами и въезжает в лужу и вот эти брызги огромные из лужи льются прямо вам в окно в остальном проблем нет это не мотоцикл где-то будешь точно весь сырой здесь ты весь сырой не будешь все-таки крыша над головой у тебя есть какой думаете сюда бензин не может где-то бак быть так как это полноценный автомобиль то ездить мне нужно конечно по правилам это пристегиваться по встречной ездить опасно можно остаться без прав но по всяким маленьким дорожкам есть одно удовольствие конечно на этом автомобиле если очень надо можно объехать пробку по обочине в принципе люди и между рядами пропускают машина позитивная вызывает положительные эмоции люди не прочь тебя пропустить какой смысл тебе стоять вместе со всеми в пробке окна не закрываются ты хорошую погоду едешь получаешь позитивные эмоции дыши свежим воздухом выхлопа здесь никакого нет все чисто так же когда трогаешься абсолютная тишина но при движении шум есть гудит электромотор слышен шум от шин полной тишины конечно нет база узкая база короткая подвеска жесткая управлять с машиной очень хорошо в европе можно было выбрать комплектацию в разных комплектациях разная максимальная скорость 45 километров и были версии разгоняющиеся до 100 километров в час эта версия едет 85 по спидометру кстати вопрос какая максимальная скорость это самый частый вопрос на дороге сколько едет максимум эта машина прикольно что когда останавливаешься то получается полная тишина для этой для этой машины идеальная эксплуатация это загородный дом который имеет гараж навес чтобы и поставил зарядил съездил по делам в магазин туда-сюда покатались друзья все удивились здорово как игрушка отлично еще применение если вам нужно объехать какую-то пробку вот у вас есть на маршруте пробка огромная и вам нужно ее как-то по обочине или между рядами объехать классный вариант она проходит отлично и пропускает никто не злится никто и не щемит всем интересно не посмотреть вот для сравнения рядом с мини микроавтобусом очень маленький peugeot 107 совсем маленькая машинка от визе гораздо гораздо меньше чем peugeot все ребят всем пока что хотел сказал ставьте лайки подписывайтесь сниму что нибудь еще интересное пока пока